В одном из предыдущих обзоров я говорил, что больше никогда не буду делать тесты устройств с большими аккумуляторами. И кроме того, в комментариях я писал, что тест Ninebot Z10 я делать не буду. И я ошибся. И там, и там. И у нас сегодня в гостях самое привлекательное по дизайну, на мой взгляд, колесо. Ninebot Z10. Да, весит оно достаточно прилично, но для колеса с таким аккумулятором, с таким колесищем, это, пожалуй, нормально. Вообще бытует мнение, что данное колесо несколько своеобразно в управлении. Я на нем еще толком не ездил, поэтому пока я буду делать обзорчик, я заодно попробую описать свои ощущения, какие они будут в начале, в середине, в конце. Смогу ли я освоить этот аппарат или нет. Кроме того, наверное, мне хотелось бы уделить внимание и рассказать свое мнение по поводу этого колеса. Колесо сделано из явно хорошего, высокотехнологичного пластика. По дизайну, на мой взгляд, этому колесу равных просто нет. Единственное, может быть, конкуренцию составит Kinson KS16X, который сейчас только выходит. Но, на мой взгляд, вот такой дизайн мне куда ближе и куда больше нравится. Очень однородное, очень крепкое, очень массивное колесо. Явно хорошие сборки. У колеса продуманная, потрясающая и очень приятная слуху звуковая схема. У него шикарная светодиодная подсветка, которая никак не отдает эдакой дешевостью, которую можно встретить, ну, по сути, не во всех и остальных других колесах. Единственное, что эта светодиодная подсветка явно будет бояться наших российских грязевых ванн. И, казалось бы, колесо с таким дизайном, с такой покрышкой, оно продумано настолько до мелочей, но... Нехал! Быстро вызвать ко мне главного инженера компании. Глазите, как у вас дела? Вы просите делать самое крепкое и самое красивое колесо. Вот, готово. Смотрите, какое красивое! Да, какое оно красивое! А какая широкая покрыска! А как все оно повогачивает? Не знаю, никто не пробовал, все боятся. Ну, как говорится, есть долго мысль, как-нибудь получится. Какой маленький зажой между корпусом и клецом, как же его накачать! Ничего, 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 сейчас все исправим. Вот. Что вы делаете? Будет же дыка! Ничего, резиночкой заткнем, все, хорошо быть, никто ничего не заметит. Ах, как здесь такую маленькую дыку можно накачать колесо! А мы трюбосико в комплект переложим, можно будет ебать, за ухо класть. Когда есть на колесе? Вот ты! Зато какой дизайн! А ручка где? Как, как возить это колесо? Сейчас, сейчас все будет, сейчас, все, все будет, сейчас, все будет, вот, и, 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 и вот. И, 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 и это сто. Ну, палки, понятно, бумага, вы их хотите примотать бумагой, палки, эти не, не, не будет держаться. Не, 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 это расходный материал. Для производства клея. Ну, все, я посылал в производственный цех, пора производством заняться. Я не буду вдаваться в какие-то особые подробности, все-таки колесо не новое, обзоров в сети интернет выложено у него достаточно. Я лишь пробегу по тем моментам, которые для меня показались интересными, важными, или которые меня лично цепанули. В хорошем или в плохом смысле. Для начала несколько слов про педали. Все вроде ничего, достаточно широкие педали, как всегда, коротенькие, об этом чуть позже. Но я так и не понял, я как их должен откинуть ногой? Приходится каждый раз нагибаться, хотя я читал, есть в какие-то различные лайфхак методы открывания этих самых педалей. Ну, мне лично такой вот вариант, вот когда они прижаты к корпусу, так что их не подцепить, абсолютно не зашел. О них мы поговорим еще попозже. Мне понравилась подсветка у колеса. Конечно, она сделана очень футуристично. И такое колесо, ты просто когда едешь на нем на улице, оно притягивает все взгляды. Оно действительно очень красивое. Достаточно яркий задний фонарь. На мой взгляд, это достаточно важно, потому что нет-нет, но я, например, периодически выезжаю на трассу, и мне очень хочется какой-то видимости. Покрышка выглядит реально брутально. И после нее на другие колеса с узкими покрышками уже смотришь с такой некоторой толикой брезгливости. Ну, вот, собственно, и все, что мне бросилось в глаза на первый взгляд. А все остальное будем смотреть на улице. Условия испытания у нас ничуть не изменились. Плюс 25 градусов Цельсия, плитка, равненный ландшафт, умеренный ветер и райдер, раскормленный до 90 килограмм. Накачиваем колесо до 3 атмосфер. Для этого у меня имеется очень удобный насос, в котором можно выбрать нужные единицы измерения, выставить нужное давление. И он сам накачает и остановится. Заряжается от USB. Удобный, легкий и можно всегда иметь с собой. Если вы хотите такой же, я оставлю ссылочку в описании, стоит он совсем недорого. А если знаете более удачные варианты, поделитесь в комментариях. Я с удовольствием добавлю их. Ну что же, я готов отправляться в путь. По мере наматывания километров я буду делиться своими впечатлениями от данного колеса. Сразу скажу, что мой суммарный пробег на предыдущие колеса составляет порядка 10 тысяч километров. Поэтому я надеюсь на достаточно легкую победу над этим, казалось бы, не просто управляемым колесом. Но там посмотрим. Включаем GPS-трекер и погнали! Вообще говоря, учитывая мой предыдущий опыт проведения подобных обзоров, девайсов с приличными батарейками, я сделал вывод, что начинать надо как можно раньше утром. Но так получилось, что сегодня сложилось много дел. И сейчас уже 2 часа дня, а мы только стартуем. Заряд аккумулятора 100%. Девайс уверяет, что проедет на этом заряде как минимум 91 километр. Мы начинаем. Ну и сразу хочу поделиться первыми ощущениями. Первая мысль, которая мне пришла в голову. Черт подери, надо было все-таки надеть защиту. Я не планировал ехать больше 20 километров в час. И на скоростях до 20 километров в час я считаю, что защитой можно и пренебречь. Но нет. Колесо с самых первых моментов, ну у меня привычка, конечно, больше E-Motion V8. У меня привычка KS-18L. Здесь колесо дарит некоторые сюрпризы. Первый приятный сюрприз это то, что оно очень приятно ускоряется. То есть вот само ощущение ускорения на нем. Понятно. Оно настолько какое-то мягкое, плавное и такое какое-то мощное, что реально ощущения очень классные. А вот что касается поворотов, как я только пытаюсь повернуть, черт, оно даже на ма... Я читал в обзорах, что оно поворачивается нормально. Не поворачивается оно нормально. Надо что-то менять. То есть я полностью выкидываю вес колеса, и только после этого оно может быть что-то как-то реагирует. Я буду привыкать, у меня на это, собственно, весь день. Ждем. Ну вот, позади уже 10 километров. У нас еще 92% заряда. Приложение говорит, что мы проедем еще 83 километра. Что достаточно оптимистично. Привык ли я за 10 километров к этому колесу? Нет. Оно до сих пор продолжает подбрасывать какие-то неожиданные сюрпризы. Я пока не могу сказать, что я хорошо чувствую это колесо. Но у нас еще есть время к нему привыкнуть. Мне очень нравится выставленный порог 20 километров. Ча! Блин! Что происходит? Что я делаю не так? 25 километров и 74% заряда. Управление стало немножко понятнее. Также стало понятно, почему у меня возникали с ним сложности. Дело в том, что это колесо не наклоняется. То есть я привык сам поворот осуществлять за счет наклона колеса в сторону поворота. А здесь такая штука не проходит. Как вы не пытаетесь наклонить это колесо, оно все равно стоит вертикально. 30 километров и 68% заряда. Приложение утверждает, что пройдет еще 72 километра. К данному моменту у меня слегка устали ноги. И хоть инженеры Nightbot увеличили педали. Но пальцы ноги все так же свисают с педали. И вся нагрузка идет на подушку стопы и часть пятки. Все это, конечно же, не очень удобно. Почему-то китайцы упорно думают, что просьба увеличить педали означает сделать их еще шире. То ли они решили добавить нености к пешеходам. А может они просто, не знаю, существование, скажем, 44 размера ноги. Я не знаю, можно ли к этому привыкнуть. Или, может быть, это еще можно как-то доправить. А мы продолжаем накручивать километры. Ну вот и прошло больше трех часов покатушек. 45 километров позади. Еще у нас имеется 52% заряда. И приложение говорит, что колесо проедет еще 47 километров. Я постепенно начинаю верить, что я на этом колесе смогу повторить тот результат, который я сделал на Kingston 18L. И смогу проехать 90 километров. Признаться, я же порядком притомился. Я очень рад, что ко мне на поддержку приехали наши одноколесные райдеры. Многие почему-то перестали уставать. Немножко привыкли, освоились с поворотами. Тоже все стало намного лучше. Хотя сюрприз до сих пор случается. То есть я вхожу в поворот, еду, еду, еду. И в самый последний момент, когда я хочу завершить поворот, колесо вдруг выпрямляется и едет прямо, что... Достаточно неприятный, скажем так, для меня сюрприз. Знаете, чем мне приятно поразил Nightbot? Показания пробега в приложении на GPS-трекере совпадают почти точь-в-точь. Я все-таки к концу. Сейчас я прошел порядка 55 километров. Вот за это время я почти привык к его маневренности, к его поворотам. Я даже сейчас удивляюсь, а что же мне было непонятно или неудобно. Оно вполне нормально поворачивает, казалось бы. И даже как-то приятненько так едет. Но все равно, некоторые сюрпризы случаются. Одни из сюрпризов, которые я до сих пор ловлю, это при перестроении через какое-нибудь небольшое препятствие. Видно, из-за широкой покрышки колесо несколько штормит на таких неровностях. Но к этому, возможно, тоже можно привыкнуть. 60 километров и 32 процента заряда. Знаете, мне начинает нравиться это колесо. Это такая однородность и массивность. И к управляемости у меня больше особо нет претензий. Я уже привык. Интересно сейчас попробовать другие колеса. Или интересно еще попробовать данное колесо на более больших скоростях. Но согласно условиям того теста, который я провожу, я не езжу больше 20 километров в час. Что весьма атомительно для меня. И вот, несмотря на то, что я уже почти 5 часов на колесе, я чувствую себя абсолютно нормально. Фактически неуставшим. Это меня низко поражает, учитывая мой предыдущий опыт. Тестов других колес. Когда даже на InMotion V8, на котором я прошел 30 километров, я за эти 30 километров, ну, если не устал, то фактически начинал уставать. А сейчас докатываю последние километры пробега. Есть еще одна особенность, которую я для себя отметил. Дело в том, что здесь управление этим колесом осуществляется больше выносом корпуса за проекцию колеса. В отличие от других колес. И вот это вот ощущение, когда я начинаю болтать просто корпусом вправо-влево, да, вместо вот этого крена привычного, оно меня лишает ощущения драйва на колесе. То есть того драйва, который я могу получить на том же самом ХС-18Л, я здесь почему-то не получаю. Хотя, может, надо добавить всего лишь скорости. Не, ну такого финала, честно говоря, я не ожидал. То есть колесо еще показывало 30 километров, я проехал километров 5, и вдруг бах, и что-то случилось. Поменялось, изменилось. Ну и вот он, долгожданный финал. Колесо начало задирать педали с предельной настойчивости, так что мне пришлось лезть. Надо отметить, что делает оно несколько необычно. Оно сначала задирает то в одну, то в другую сторону. И ладно, что стоять на нем невозможно. Я не знаю, можно ли к этому привыкнуть, или, может быть, это еще можно как-то доправить. Не знаю, зачем инженеры сделали такое решение, может быть, кто-то знает, подскажите. В принципе, катить его в одну сторону можно. И если ты его начинаешь катить именно в эту сторону, то оно перестает бихляться туда-обратно. Ну, хотя бы за это спасибо. И после того, как последние силы в конец оставят это колесо, и оно окончательно вырубится и перестанет включаться, вам предстоит вести колесо вот за эту ручку. И поверьте мне, задача эта вовсе не тривиальная. Ну и пришло время подвести итоги. Но прежде чем я озвучу результат, я хотел бы поделиться с вами одной особенностью, которую я заметил на всех трех колесах, которые я испытывал. Предположим, что колесо вам обещает проехать 100 км на 100% заряда. На 90% оно скажет 90%, на 50% он скажет 50%, и на 35% оно еще может пообещать 35 км. Но с этого момента вполне возможно, что оно проедет только 5 или от силы 10 км, и уже окончательно задерет педали, высадив вас погулять по асфальту. И поскольку такой обман встретился на всех трех колесах, я вам рекомендую иметь это в виду и учитывать, когда рассчитываете дальность своей поездки, глядя в приложение колеса. Итак, Ninebot Z10 с момента полного заряда аккумулятора и до момента поднятия педалей, когда ехать на нем стало невозможно, прошел 70 км. Много это или мало? Ну, если честно, глядя в приложение, я, как всегда, надеялся на большее. Ну, для такой широкой покрышки, 70 км, вероятно, это не столь уж и плохой результат. Ну и на этом я должен отметить, что я таки научился ездить на этом колесе, научился им управлять, так что не так уж страшно, черт, как его молюют. С вами был Анатолич, пока-пока! Канал «Чертово колесо» выражает отдельную благодарность Владимиру за любезно предоставленный Ninebot Z10. GPS-трек пройденного маршрута вы можете скачать по ссылке в описании, и мы будем рады любой обратной связи. Субтитры сделал DimaTorzok